Надо найти, при каких целых m и n выполняется равенство. Итак, я надеждаю, что это невозможно. Давайте это докажем. Почему? m равно 0, это единственный случай. А натуральные, кажется, или... Нет, целые, я не знаю про этот случай. Я сейчас расскажу, что для других невозможно. Докажем, что как раз m равно 0, это единственный случай. Но предположим, что это не так. Понятно, что в случае, когда... Докажем, что... Ну, разом по двеному ньютону вот эту штуку. У нас получится а плюс б корней из двух. Верно? Да. Можно считать m и n больше нуля, потому что оба числа, которые возводятся, степень больше единицы, поэтому либо m и n оба больше нуля, либо оба меньше. Если оба меньше, то возведем минус первую степень, и получится, что теперь оба больше. А вот эту часть является, что это b, а, c плюс d. Ну, d не так пишется, пожалуйста. Хорошо. Тоже с какими-то... Не так оно всё равно пишется. А, пишите, а русское. Напиши, а не правильно. Поймите, ваши варианты слишком похожи на 0. Русское краписное d. Математика не дает, пожалуйста, лучше так. Если вам жалко написать краписное русское d, то пусть лучше так. Но просто иначе слишком похоже на 0. Так, заметим, что, ну, появилось, что это часть рациональная, это часть иррациональная, это часть рациональная, это часть рациональная, это иррациональная. Правильно? Что значит, что они... что это равно этому? Это значит, что если я из вот этого вычету вот это, получится 0. Рациональное число. Проще говоря, а равно c и b равно d. Да, равно c и b равно d. Хорошо. Ну, из того, что b равно d, я могу сказать, что верный такой равенца. a минус b, корни из двух. И c минус d, корни из двух. Ну, а что это такое? Это и есть 5 минус 3, корни из двух, в n на степени. И 3 минус 5, корни из двух, в n на степени. Господа, на самом деле вам просто так долго-долго-долго объясняют известную идею про сопряженные числа. Но если есть какое-то равенство, в котором есть корень из двух, то... Не, не любое, не любое иррациональное, а именно любая квадратичная иррациональность. Дело в том, что сопряженные числа, они по-разному... Смотрите, если вы берете уравнение xq равняется 2, то вы помните, что у него один корень вещественный, а два других корня комплексные. Поэтому там в равенстве нужно вообще корень кубических из двух заменять на вот это вот... Вы помните, корень кубических из двух умноженный на... На известное комплексное число, да, на корень третьей степени из единицы. Но если квадратичная иррациональность, то тогда действительно все легко. Просто перед корнем появляется минус. Поэтому, собственно говоря, могли сказать, перейдем к сопряженным числам. Перешли. И дальше что? Оказывается, что это невозможно. Перемножим, да. Проще все перемножить. Верхнее и нижнее. Перемножайте. Вы считаете, что у тебя 7... Перемножим. Так, давайте. Когда 5 плюс 3 корня из 2 умножаешь на 5 минус 3 корня из 2, это по известной формуле сумма на разность. Это будет 25 минус 9 на 2. 7. Пишите, пожалуйста. 7 в степени m. Так, а в правой части... Это будет 9 минус 50. То есть... 9 минус 50... А, 41. Минус 41. Минус 41 в n. Ну, минус это еще не страшно. Это за счет четности n могло быть. Да, вот 7 и 41 это страшно. А я не вижу противоречия. Разные простые числа. Разные простые числа. Ладно, больше я так еще не знаю. Я как? По-другому... Не понятно. Как ее решать? Нет. Как? Как по-другому? Ты знаешь с тобой, что это? Понятное дело, что это число... Ну, по модулю меньше единицы. А вот это число... А, вы хотите сказать, что 5... Да, да, да. Ребят, так тоже можно, между прочим. Заметьте, он прав. 5 корней из 2, это большое число. Поэтому, действительно, у нас в правой части большое по модулю число, а в левой части... Нет, почему? У нас же степени разные. Но натуральные. Когда возводится в натуральной степени, то это число большое, а это маленькое. Корень из 2, это типа 1,4. Поэтому вот это вот число, оно от нуля до единицы. И поэтому при возведении в натуральную степень, можно договорить, что именно натуральное, у нас это будет от нуля до единицы, а это число по модулю будет больше единицы. Поэтому, действительно, можно вот с перемножением, можно с рассуждениями о том, большое число или маленькое.